Стоимость проезда для пассажиров этого автобуса выросла на 3 рубля. Теперь плата за проезд из Шелихова в Иркутск составляет 40 рублей. Скачок цен для многих жителей стал неожиданностью, ведь предупреждения о повышении платы за проезд не было. По карману не так много, но все равно. Хотелось бы поменьше, наверное. Уровень был бы еще. Они бы ездили хотя бы попозже, то в 9 часов невозможно уехать. За такие деньги можно и покататься, в принципе. Стоимость проезда выросла в маршрутных автобусах номер 120, 124 и 126. Как объясняют сами перевозчики, изменить цену собрались еще до Нового года. Но не успели собрать необходимый пакет документов. Причина, как всегда, банальна. Подорожание горюче-смазочных материалов. В основном это капля в море, конечно. Я думаю, что это еще минимум. Надо все равно цену делать, стоимость проезда больше. Неокупаемость идет. Затраты большие. А рентабельность маленькая. Все подорожало. За два-три месяца солярка почти на 5 рублей подорожала. Не говоря уже о продуктах и о всем другом. ГСМ и запчасти. 29 января 2014 года региональная служба по тарифам утвердила приказ. Согласно ему, стоимость проезда изменилась почти на всех пригородных и междугородних маршрутах. Тариф пригородного следования повысился на 8 копеек за один километр пути. В среднем же официальное увеличение автобусных расценок составило 5%. Так, теперь билет из Иркутска до Сульдянки теперь может стоить на 10 рублей дороже. До Маркова на 2-3 рубля. Проезд до Ангарска увеличится на 4-5 рублей. Впрочем, пока предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки по этим направлениям, возможностью повышения тарифа не воспользовались. Но сделать это могут в любой момент. Пока ожидаемого роста цен на проезд в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах и трамваях, курсируемых по Иркутску, не произойдет. Цена останется прежней – 12 рублей. Туяна Немаева, Александр Мокин. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok